МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Гости из прошлого. Где можно попасть во временную петлю? Оказалось, что этот человек пропал еще в 1967 году. Прокурор-медведь. Могут ли косолапые хищники эволюционировать в разумных существ? Интеллектуально они очень развитые животные. Привет, медведь! Как на Марсе появилась гигантская медвежья морда? Такая возвышенность в виде носа медведя. То есть один в один медвежья морда. Во глубине сибирских руд. Какой древний народ оставил магические артефакты в глухой тайге? Он уже содержит сведения о том, как двигаются основные планеты. Задание выжить. Как прожить месяц в тайге без еды и амуниции? Через неделю у него начинает просыпаться такое, знаете, инстинктивное шестое чувство. Невидимый хозяин. Кто приходит на помощь жертвам таежных болот? Тут она поняла, что она выбраться не может. И потихоньку ее начало засасывать. Также вы узнаете, действительно ли сестра знаменитой Несси поселилась в Забайкалье? Кто вырвал Патомский кратер? Что творится в канадском таежном треугольнике? И какие происшествия сравнивают с трагедией на перевале Дятлова? Тайгой называют бескрайний пояс хвойных лесов, раскинувшихся между арктической тундрой и лиственными лесами средней полосы. Здесь регулярно, бесследно пропадают люди, периодически буквально исчезают гектары тайги и появляются таинственные существа. При каких загадочных обстоятельствах появились таежные леса? Кто построил в глухомании комплексы мегалитов и зачем туда регулярно прилетают НЛО? Вокруг десятки километров глухой тайги надо мной спутники летят, а по мне бегают мысли. Так описывает свое пребывание в лесу 77-летний грибник Геннадий Лемещенко из Красноярского края. В августе 2023-го он отправился за лисичками и груздями. Несмотря на то, что он хорошо знал эти места, его как будто что-то увело со знакомой тропинки. Заблудившийся питался в основном кислыми ягодами, пил воду, выкапывая ямки в болоте. Через несколько дней блуждания по лесу грибник понял. За ним увязался медведь. Когда человек начинает очень сильно бояться, паниковать, оказавшись непривычными для него условиями, он начинает источать так называемый запах страха, который очень хорошо чувствует звери. Чтобы отогнать хищника, Лемещенко громко пел. На пятый день голод, усталость и страх взяли свое. Мужчина решил, что больше не может. Но вдруг он внутри себя услышал четкое указание. Вставай, надо идти. Позже выяснится, что именно в этот момент спасатели обнаружили ямки, из которых он пил, и вышли на след. Специалисты считают, что пенсионер из Красноярского края выжил чудом. Лишь спустя неделю его близкие смогли найти этого человека. Причем, как говорят, в момент нахождения он был уже обессилевший. И ему даже трудно было отозваться на крики людей, которые его искали. Впрочем, история знает и более удивительные истории выживания в глухой тайге. 20 суток провел в глухой тайге житель Архангельской области Сергей Шевелев. Он заблудился, когда поехал на рыбалку. Все эти дни он пил воду из собственных следов и ел поджаренных на костре жуков-караедов. В конце пути заблудившегося путника одолевали галлюцинации. Удивительно, но именно вымышленные спутники подсказали ему правильную дорогу. Считается, что человеку без опыта жизни в тайге, без запасов еды и снаряжения не выжить. Недаром лишь единицы заключенных, бежавших из таежных лагерей, остались в живых. Сергей Павлович Королев, известный ракетный конструктор, в своих воспоминаниях рассказывал, что ограда была, но вокруг административного здания это начальство ночами закрывалось от заключенных. А заключенные, в свою очередь, жили спокойно. И, в общем-то, куда уйти? В лес? И в лес-то особо никто никогда не шел. Поэтому, если-таки кто-то созревал до этого, то никакого забора не было. Ну, иди, рискни. 16-летний Артур Старостин и 19-летний Анатолий Амосов из Якутии выживали в тайге 56 дней. Молодые люди отправились на рыбалку и только достали удочки, как их спугнул медведь. У него не было планов напасть. Возможно, он просто хотел порыбачить в этих местах. А вот мальчишкам повезло гораздо меньше. Стремглав побежав, остановившись, чтобы перевести дух, они поняли, что не узнают местность вокруг. И бродили много дней, пытаясь выйти на своих. Через 30 суток поиски прекратились. Молодых людей официально признали погибшими. Все это время они ловили рыбу, ели ягоды, когда не хватало воды, обсасывали мух. И опять, так же, как и во многих подобных историях, стоило заблудившимся парням впасть в беспросветную тоску, как они чудом наткнулись на зимовье, где обнаружили спички, чай и 3 килограмма муки. Подкрепившись лепешками, они вышли к реке, где встретили рыбаков. Эти двое якутских пацанов 56 дней, вдумайтесь, 2 месяца они провели в тайге. И это настолько ошеломило местных жителей, что по этому поводу был снят совершенно замечательный фильм «Заблудившиеся». Итак, налицо противоречие. Тайга – это лесной пояс, где чаще всего очень холодно. Болотистые почвы, нет дорог, не очень много пищи и много диких животных. При этом выжить в ней можно, потому что, по словам таежных жителей, тайга будто бы сама помогает заблудившемуся. Через неделю у него начинает просыпаться такое, знаете, инстинктивное шестое чувство. Включается какая-то иррациональная такая вещь, и вдруг человек начинает чувствовать интуитивно, где находится север, например. Или вдруг у него появляется какой-то небольшой дар предвидения, что, например, вот туда ходить не стоит, там тебя может поджидать какая-то опасность. По словам заблудившихся, в тайге на помощь приходит не только неведомая мистическая сила, но и конкретные существа. Эта история произошла в 70-е годы на севере Томской области. Девушка отправилась собирать клюкву. В поисках отборной ягоды она зашла в болото. Один неосторожный шаг, и она оказалась по пояс в ледяной жиже. Тут она поняла, что она выбраться не может, и потихоньку ее начало засасывать. Ноги одеревенели от холода, вся нижняя часть начала замерзать. Тут она взмолилась и начала просить духа леса, лешего, духа болота или болотника, чтобы они помогли ей. Девушка вспоминала. Ни о каком духе болота она и слыхом не слыхивала. Однако нужные слова будто бы сами приходили в голову. И вдруг раздался треск, и рядом упала сосна, как будто бы кто-то подрубил ее у корня. И, ухватившись за упавшую сосну, она быстро вытянула себя, выбралась. И с тех пор она все время, когда в лес ходит, она всегда здоровается, просит разрешения пособирать в лесу какие-то вот ягоды, грибы. Не менее удивительная история произошла и в глуши Забайкалья. В 90-е годы геологи проводили экологическую экспертизу. ГАЗ-66, в котором они ехали, долго трясло на лесных дорогах, а затем машина и вовсе остановилась. Дорогу перекрыла рухнувшая сосна. Когда расчистили путь, обнаружилось нечто странное. Геологи не понимали, где находится. Ехали по разбитой грузовиками колеи, а теперь перед ними лежала давно не езденная дорога. Они разбили лагерь. И что их удивило, к ним подошел какой-то странный человек. Он был с ружьем, как будто бы как охотник. Заговорил с ними, они обсудили местность. Охотник по имени Спиридон показался геологом странным. При этом он часто вспоминал, как воевал с немцами. Также рассказал, что дорога, по какой ехали геологи, тупиковая. И никаких других машин он в жизни не видел. Когда путники отправились спать, Спиридон остался сидеть у костра, а наутро исчез. Зато теперь геологи снова начали узнавать местность. Позже они наводили справки об охотнике Спиридоне и выяснили удивительные вещи. Оказалось, что этот человек пропал еще в 1967 году. И как он мог появиться, либо это был его призрак или какое-то другое явление, они так и не смогли понять. Возможно, именно загадочный Спиридон Спиридон вывел геологов из странного места, в которое они попали. Существует много легенд о неких мистических помощниках, скрывающихся в лесной глуши. Популярны такие истории и в покрытой тайгой Канаде. В Канаде рассказывают историю о корове, которая выходит из леса и присоединяется к другим пасущимся животным. Однако стоит приблизиться хозяину стада, как загадочная буренка снова возвращается в тайгу. По слухам, волшебное животное храняет стадо от волков, пум и других хищников. А некоторые очевидцы утверждают, что таежная корова может разговаривать человеческим голосом. Наряду с историями о явившихся из леса магических помощниках и в Канаде, и в России, существуют и другие легенды, связанные с тайгой. Например, в Забайкалье рассказывают о чудовище озера Гулинга. Один из охотников рассказывал интересную историю, что когда они пошли рыбачить, поставили сети, к концу сети привязали бутылку пластиковую, для того, чтобы как поплавок, чтобы понять, где сеть находится. Утром они удивились, так как этой бутылки на месте не было. И через какое-то время, когда они начали уже поиски, куда же делать сеть, бутылка слыла в абсолютно другой части озера. Рыбакам показалось это крайне странным. Как сеть с грузилами и камнем-якорем могла переместиться так далеко? Доплыли, проверили. Сеть оказалась полна улова. Однако рыба выглядела так, как будто ее кто-то уже начал переваривать в желудке. Получается, какой-то гигантский хищник заглотил рыбу вместе с сетью. А в Канадской тайге рассказывают жуткие истории о монстре Вендико. Обычно его представляют в виде человекообразного существа с головой оленя. При определенных обстоятельствах этот злой дух может вселиться в человека и сделать его безумным. Так, например, произошло с героем жуткой истории индейцем по имени Быстрый Бегон. Зима была очень суровая, снежная и очень холодная. Пищи в лесу практически не было. Животные пропали, снег был очень высокий. И вот он рассказал историю о том, что когда от голода умер младший сын, ну, пришлось его съесть. А дальше по накатанной он начал, так сказать, убивать и съедать всех своих родственников. Поговаривали, что Быстрый Бегун одержим Вендико. Когда его арестовали и посадили за решетку, он рычал и выл, как дикий зверь. С человеком-оленем связывают и жуткие вопли, доносящиеся из леса, которые записал житель канадской провинции Британская Колумбия. В тайге есть места, где люди пропадают с пугающей регулярностью, при этом не оставляя никаких следов. В канадской тайге эта проклятая территория называется Треугольник Фрейзер. Считается, что Треугольник Фрейзера – это самое опасное место, так как 40% людей, которые в Канаде исчезают, происходит именно там. Это неподалеку от острова Ванкувер. Одно из самых громких исчезновений в проклятом месте произошло в 1966-м. Семья отправилась на прогулку. Один из мальчиков отошел погулять и не вернулся. Кстати, вот это вот случай считается одной из самых крупных поисковых операций Британской Колумбии, так как было привлечено более 300 человек на поиски вот этого мальчика, который ушел гулять, и его не смогли найти. В последующие годы странные исчезновения в Таёжном Треугольнике случались почти каждый год. По мнению исследователей аномальных явлений, у этих случаев есть много общего. Как правило, собаки не могут взять след пропавшего. Но даже если тело находят, то не могут установить причину смерти. При этом тело всегда находится в труднодоступном месте. Есть подобные места и в России. В августе 1960 года в северо-байкальской тайге пропали два геолога. До сих пор не удалось обнаружить их следов, которые могли бы подсказать, что с ними произошло. Более того, нет убедительной гипотезы, которая объяснила бы, что же с ними случилось. Не зря это происшествие сравнивают с трагедией на печально знаменитом перевале Дятлова. Эта загадочная история произошла в 1960 году в северо-байкальском районе Иркутской области. Такая экспедиция была, чтобы обследовать северомамский разрез. Надо было собрать образцы, отправили двух опытных геологов. На пути геологов лежала бурная порожистая речка Иннокомита. Однако ее было легко обойти. В остальном же маршрут никаких сложностей не представлял. Планировалось, что геологи вернутся в тот же день. Однако этого не произошло. Не пришли они и на следующий день. Обеспокоенные коллеги отправились на поиски. Приехали к ним проводники и венки, которые хорошо знают тайгу, но произошло событие, которое, в принципе, очень редко происходит. И венки сказали, что это вот, ну, раз в 40 лет такое. Пошел дождь, снег повалил. Обычно в это время снега не бывает. И, в общем, дождь и снег полностью скрыл следы этих геологов. Выяснилось, что до места назначения геологи так и не дошли. Свежих сколов на горной породе не обнаружили. Единственная разумная версия – специалисты утонули в реке, в которую, согласно маршруту, даже не должны были заходить, но должны были обнаружить тела или вещи. Других людей в округе не было, поэтому криминальную версию отмели сразу. Возможно, загадочное исчезновение мог прояснить невероятный случай, произошедший в той же экспедиции ранее. Была такая история, когда молодой парень, геолог, который шел за проводниками, шел и общался с ними. Вдруг резко замолк. Когда проводник, который шел перед ним, оглянулся, молодого парня не было. Искали, кричали, не могли найти. Нашли его только на четвертый день, но на другой стороне бурной реки. При этом парень утверждал, что реку не переходил, а с момента исчезновения прошло не более трех-четырех часов. И венки, к слову, не сомневались, что геологов утащили злые невидимые духи. У многих охотников Сибири и Урала я слышал от них историю про синильгу. То есть сидит охотник в избушке, например, вечером пьет чай, вдруг открывается дверь, к нему заходит молодая красивая девушка, как правило, босая, одета очень легко, либо вообще без одежды, и начинает его манить за собой. И человек уходит в тайгу и пропадает. Итак, с точки зрения исследователей аномальных явлений, в тайге некая добрая сила встречается с очевидно злыми, паранормальными сущностями. И существует гипотеза, которая объясняет, что же там происходит. Таежные леса растут и в северо-западной части Европы, в Финляндии, Швеции и в Норвегии. Впрочем, по словам российских путешественников, там тайга по сравнению с нашей – просто прогулочный парк. Если ты заблудился в какой-нибудь Норвегии, в тайге, для того, чтобы выйти к какому-то человеческому жилью, ну, тебе понадобится максимум, там, не знаю, сутки-двое, ну, максимум трое, может быть, суток, да? То есть за это время ты даже, не имея никаких продуктов, ты все равно спокойно выйдешь к жилью. У нас такого не бывает. Там, например, где-нибудь в районе Индигирки ты можешь по тайге пройти неделю и не встретить ни одного человека. Площадь российской тайги составляет около 15 миллионов километров. Ее ширина в европейской части составляет около 800 километров. В западной и восточной Сибири – более 2000 километров. Во всем мире тайга занимает 10% суши и составляет треть всех лесов. На юге тайга доходит до севера острова Хоккайдо. На севере – до Таймыра. Основные растения тайги – лиственницы, ели и сосны. В том числе сибирские или кедровые сосны, которые мы ошибочно называем кедрами. Настоящие же кедры растут значительно южнее, например, в Ливане. Для тайги характерны болота. Из-за них эти леса, как правило, считаются непроходимыми. Это холодные такие климатические зоны, где преобладает 7-8 месяцев зима. Соответственно, лето там очень короткое. Да, оно теплое, но оно очень короткое. И весна с осенью там где-то месяц-двух, двух с половиной. Соответственно, то солнце, которое проникает, оно не успевает прогревать через крону деревьев почву. И, соответственно, там огромное количество вот этой влажности собирается. Угрозу для путешественника представляет и таежная фауна. Все знают об опасности, которую представляют волки, медведи, дикие кабаны или, например, росомахи. Но роковой может оказаться встреча с таким, казалось бы, безобидным животным, как лось. Бои моих приятелей поехали на охоту на снегоходе. Снегоход был немножко неисправный. И когда они вытропили лося, выстрелили в него, ранили. Он разозлился, побежал за ними следом, копытами ударял о сани, в которых сидел второй человек. И вот несколько раз он ударил по этим саням. И потом, когда они все-таки умудрились его застрелить, приехали в поселок, сани были просто расплющены. Металлические сани, можете себе представить. Итак, тайга – это пояс непроходимых лесов, населенных смертельно опасными дикими животными. А если верить легендам, еще и загадочными мистическими сущностями. Есть гипотеза, что тайга – это в некотором роде волшебный лес, который создали для защиты густонаселенных умеренных широт. Тайга – это своего рода такая крепостная стена, то есть защищающая людей от злых сил Севера. Вероятнее всего, кто-то создал искусственно вот эту вот защитную полосу от злых сил, где встречаются силы добра и силы зла. И между собой они борются за то, чтобы, как бы защищая силы добра, защищают людей от сил зла Севера. Но от чего или от кого защищала тайга? Каким образом она оберегала людей и кто ее создал? Существует много гипотез о существовании могущественных древних государств на территории Сибири. Некоторые из них подкреплены археологическими находками. На Индигирке мы однажды встретили прямо в тайге каменную арку. То есть именно она была рукотворная, из белого камня сложенная арка. Она находилась вдалеке от всевозможных там населенных пунктов. Опять в той же Магаданской области целый ряд мегалитических построек были найдены нами. На севере Хакасии 50 лет назад обнаружили обсерваторию Бронзового века. А в районе Ачинска нашли жезл, служивший календарем. Его сделали 18 тысяч лет назад. Этот жезл позволяет не просто определить основные даты лунного календаря. Он уже содержит сведения о том, как двигаются основные планеты. Венера, Юпитер. То есть это означает то, что этим людям были уже известны начала астрономии. Древние городища раскопали и в Новосибирской области, на берегу озера Малая Чича. Поселение существовало еще в 7-8 веках до нашей эры. Шигирский идол – это самая древняя деревянная скульптура в мире. Ему 11 тысяч лет. Он найден был в шигирском торфянике в 19 веке, в конце 19 века. И вот с тех пор его изучают и никак не могут прийти к выводу, что же это на самом деле такое. Но то, что это самая древняя деревянная скульптура в мире – это уже научный факт. Некоторые историки считают, что самые древние памятники в тайге – это дело рук предков современных индоевропейских народов. По другим версиям, в тайге существовали более древние и могущественные цивилизации. Исследователи обнаружили в дальневосточной тайге гигантские валуны со следами обработки. Некоторые из них напоминают каменные скульптуры, которые делали древние египтяне. На других глыбах заметен рисунок, характерный для древнегреческих мастеров. Неужели в глухой тайге существовала могущественная цивилизация? В 2013 году исследователи из Томска обнаружили в Кузбассе, в глухой тайге, каменные образования, похожие на рукотворные. Реально огромное нагромождение камней, которое не могло, в силу своей строгой геометрической стройности, не могло оказаться так собранным природным образом. Поэтому все это говорит о том, что была высокоразвитая цивилизация в этих местах. Но как же древние строители могли так ловко орудовать многотонными каменными блоками? Томские исследователи утверждают, что цивилизация, построившая стены в Кузбасской тайге, одна из древнейших на Земле. Возможно, она описана в индийском эпосе Махабхарата. Там, в частности, рассказывается о меманах, которые при помощи звуковых колебаний уменьшали гравитационное поле Земли и создавали возможность поднимать любые тяжести. Впрочем, древняя сверхцивилизация, если и существовала, оставила мало следов. Зато в тайге достаточно следов цивилизации инопланетной. Над тайгой НЛО видят достаточно много. Я даже видел НЛО в экспедициях с космопоиском, когда мы в 2003 году ездили в район реки Витим, где упал один из мощнейших метеоритов или метеоритное тело. По предположению некоторых ученых, это комета была, по другим это было какое-то искусственное тело. Гигантский Витимский метеорит взорвался в сентябре 2002 года между городом Бадайбу и поселком Балахнинским на высоте 30 километров. По мощи воздействия на тайгу его сравнивают со знаменитым Тунгусским метеоритом. По мнению многих исследователей, в 1908 году над подкаменной Тунгусской взорвался не болид, а космический корабль. Очень интересное место гравитационной аномалии, куда упал Витимский метеорит. Там радиация зафиксирована была, радиоактивный снег, насыщенный тяжелой водой Детерием и Тритием. Там же появлялись вот эти вот светящиеся объекты, плазмоиды. Существует множество свидетельств встреч с пришельцами в таежных лесах. Так, например, в 1959-м на севере Иркутской области трое нелегальных золотодобытчиков обнаружили ущелье, где они ранее никогда не бывали. Внезапно один из старателей увидел над некой половиной что-то странное. Издалека увидели какой-то серебристый трубообразный объект высотой 60 метров, диаметры 20 метров, и каких-то людей в обтягивающих серых скафандрах, которые ходили, у них в руках как фонарики были, или изолба у них тоже свет шел, с очень тонкими длинными руками, короткими ногами, большой головой. Странные существа заметили золотодобытчиков, однако никак не отреагировали. Продолжили выискивать что-то на земле и складывали найденные в заплечные ранцы. Но потом по трубе вот этой, которая стояла вертикально, побежали какие-то символы, раздался гул какой-то. Эти существа быстро бросили собирать то, что они собирали на земле. Подошли к этой трубе, оттуда открылась дверь, они туда зашли, труба сильно загудела, аж скалы начали дрожать. И улетела вверх. О возможном появлении внеземной техники свидетельствуют и многочисленные аномальные зоны в тайге. Одна из главных загадок Сибирской тайги – гигантские круги на льду Байкала. Их размеры настолько велики, что увидеть их можно только с большой высоты. Удивительно, что появляются они не каждый год. Основная версия их возникновения – выбросы метана из осадочных пород озера. Изотерики же считают, что это явление того же рода, что знаменитые круги на полях. Смотрите далее. Тайна Патомского кратера. Кто насыпал гору в Иркутской тайге? Провели исследование, что в районе этого кратера деревья росли гораздо быстрее. Живее всех живых. Почему сибирские народы боялись мертвых медведей? Во главу стола клали череп медведя, украшенный ленточками, бисером, ставили рядом с ним угощения. Лес нагородили. В самом ли деле кто-то намеренно создал таежные леса? Вероятнее всего, кто-то создал искусственно вот эту вот защитную полосу от злых сил. Какие магические создания появлялись от союза человека и медведя? Были и другие истории о том, что хитрая медведица соблазняет воинов. Привет, медведь! Как на Марсе появилась гигантская медвежья морда? Такая возвышенность в виде носа медведя. То есть один в один вот медвежья морда. Также вы узнаете, сколько должны весить инопланетяне, в какой стране живет самый умный снежный человек, какую тайну скрывает шаман-камень и какие новые удивительные факты о тайге, выяснили российские ученые. Множество загадок хранит в себе Патомский кратер на севере Иркутской области. По форме он напоминает усеченный конус. В центре находится кольцевой ров. Местные жители Якуты и Ивенки давно знают этот объект и называют его гнездом огненного орла. Начиная с 60-х годов, кратер регулярно изучают научные экспедиции. Ученые провели исследование, что в районе этого кратера деревья росли гораздо быстрее. И сам радиационный фон был чуть-чуть выше среднего. Также они пытались проникнуть и понять, что находится под этим кратером. Исследователи аномальных явлений утверждают, внутри кратера на глубине около 100 метров находится металлический объект. Высказывались предположения, что это потерпевший крушение инопланетный корабль. В таком случае представители внеземной цивилизации пытались его достать, а когда не получилось, снова засыпали яму. Возможно, направленному воздействию сильного электромагнитного излучения подвергся и участок леса возле Якутска. Буквально 3 километра отъезжая от города, начинается полоса уродливых странных деревьев. Они и вправо, и влево растут, и образуют какие-то круги странным образом. По словам очевидцев, находясь в этом ведьмином лесу, люди испытывают ощущение тревоги. Уфологи полагают, что в прошлом это место использовалось как посадочная площадка для инопланетных кораблей. И так есть гипотеза, что тайга – это искусственно созданный внеземной цивилизацией пояс, призванный защитить человечество от какой-то серьезной угрозы. Исследователи аномальных явлений считают, что таежный пояс можно сравнить с великой стеной из фантастической саги Джорджа Мартина «Песнь льда и огня». Всем известный сериал, очень популярный «Игра престолов», созданный по роману Джорджа Мартина, говорит о том, что земли, обитаемые людьми, или Вестерос, охраняет гигантская ледяная стена от белых ходоков или зла севера. Белые ходоки, которые желали покорить земли Вестероса с помощью воскрешенных мертвецов. В романе Джорджа Мартина «Белых ходоков» направлял на юг Великий Иной, или Король Ночи. В славянских легендах есть похожий персонаж – Морозко. Герой русских народных сказок Морозко тоже не всегда бывает добрым. Известно, иногда он достаточно жестко поступает с людьми, которые неправильно ведут, и может даже их заморозить. Соответственно, тех, кого Морозко посылает на юг, эзотерики называют хорошо знакомым любому русскому словом «отморозками». Вот есть русское слово такое «отморозок». То есть это своего рода злой дух с севера. Недаром даже в романе Джорджа Мартина все зло шло с полярных широт, с севера приходило. Эзотерики считают, что попадают эти отморозки на Землю из ледяных глубин космоса, через прорехи в магнитосфере Земли. Эта мистическая гипотеза непосредственно связана с таким хорошо исследованным учеными явлением, как северное сияние. Известно, что его вызывает солнечный ветер, поток заряженных частиц. Этот поток солнечного ветра практически не может попасть на Землю. Он отклоняется магнитным полем Земли. Где он может попасть на Землю? Только в двух местах. Там, где магнитное поле Земли наиболее слабое, а именно на полюсах. Именно поэтому на полюсах мы наблюдаем северное сияние. Эзотерики считают, что при этом в бреше магнитного поля Земли из космоса могут попадать и живые сущности. Проникают они на нашу планету как с северного полюса, так и с южного. Но южных отморозков опасаться не стоит. Антарктида находится достаточно далеко от обитания людей, ну, максимальной плотности обитания людей. Ближе всего Арктика. И вот именно часто наблюдение вот таких паранормальных вещей происходит именно в северных полярных широтах, в арктических. Мы уже рассказывали о злобных духах, вроде канадского Вендигу, с которыми на протяжении многих столетий сталкиваются жители тайги и путешественники. Возможно, это и есть те самые отморозки. Они могут оставаться невидимыми или принимать различные, как правило, ужасающие формы. Во всех смыслах отморозками являются ледяные великаны из скандинавских легенд. Мир Нифельхейм, где живут в нижних мирах ледяные великаны, и перемещаться они могут между мирами по радужному мосту, а что, как неполярное сияние, можно представить радужным мостом. Эти великаны или существа из миров льда, холода, могут попадать в области полюсов Земли. Якутские мифы рассказывают о бестелесных призраках, которые могут показываться в пугающем виде. Например, в образе трехметрового темного безголового силуэта. Арктические монстры издают невыносимый трупный запах. Это такое существо, кстати, чем-то похоже на ети, с черными волосами, очень большого роста, который ходит по лесам и пугает жителей своими страшными звуками и своим ревом. Вот я даже знаю историю, так как жил в Якутии, тоже детей пугали вот этим абагой. Говорили, что если ребенок не слушается, то придет абага и утащит его в лес. Считается, что эти существа настолько могущественны, что даже умеют манипулировать гравитацией. Иногда дух может вселиться в тело, и человек превращается в деретника, который по описанию мало чем отличается от мертвецов, которыми управляли белые ходоки. Геологи рассказывают жуткую легенду о парне, которого одного оставили в тундре сторожить технику. В первую же ночь стали сами собой передвигаться тарелки. В двери стучались полярные совы. За дверью послышались взрывы. В окна заглядывали лица, которые сложно было разглядеть. В результате он так и не смог уснуть. А с утра, когда проснулся и посмотрел вокруг избушки, не обнаружил никаких следов. И так осталось загадкой, что же это было в итоге. То ли это ему показалось, то ли на самом деле какие-то чудовища или какие-то звери действительно пытались к нему туда проникнуть, в эту избушку номер 4. И так предположим, что Землю из древля посещали представители некой благожелательной к землянам инопланетной цивилизации. И у них существуют давние враги. Те самые отморозки из мифов северных народов. Возможно, инопланетяне преследуют космических тварей по всей галактике и защищают от них жителей планет, в том числе землян, создавая преграды, которые отморозки преодолеть не могут. По словам эзотериков, бурелом и болото злых астральных сущностей не сдержали бы. Поэтому наши инопланетные кураторы создали магических защитников. И в первую очередь это медведи, о которых жители тайги сложили сотни удивительных легенд. Вообще говоря, медведь для таёжного жителя это примерно то же самое, что гуси для римлян. Это животное абсолютно священное. И медведя считали божеством. Сибиряки называли медведя братом Лешего и считали, что всякая нечисть боится его до смерти. Чтобы защитить домашний скот от болезней, которые, как считалось, вызывают злые духи, в хлеву вешали медвежью голову. Древние славяне верили, что защитными магическими свойствами обладают обереги из медвежьей шкуры или костей. Сегодня учёные находят в тех местах амулеты из медвежьей кости. Находят целые склады медвежьих черепов. Зачем люди их собирали? С какой целью в одно место складировались медвежьи черепа? Это происходило из-за чрезмерного уважения, почитания этого животного, которое было, безусловно, частью местной культуры. Считалось, что убить медведя просто так нельзя. Опасаясь его мести, охотники называли зверя иносказательно. Хозяин, Потапыч или Топтыгин. А некоторые народы пытались обмануть уже мёртвого медведя, церемониально угощая его чаем. У многих северных народов есть праздники медведя, когда медведя называют дедушкой. Любопытный, интересный обряд. Во главу стола клали череп медведя, украшенный ленточками, бисером, ставили рядом с ним угощение и пели специальные ритуальные песни, связанные именно с медведем. Не просто во время охоты уговаривали Мишку, что это не они сейчас планируют его убить. Они, как правило, с собой брали на охоту жителя соседнего села, для того, чтобы они, соседи, нахлебали всяких неприятностей. А с охотниками ничего не произошло. Эзотерики считают, что эти обычаи имели важный смысл. Ведь убить того, кто должен защищать людей от кровожадных духов, и в самом деле большой грех. Есть гипотеза, что инопланетные кураторы не случайно создали защитников, которые выглядят именно так. Исследователи аномальных явлений считают, что инопланетяне сделали медведей похожими на себя. Медведи являются либо искусственно выведенными существами с мистическими свойствами, которые должны охранять людей от злых сил, или же являются потомками древних, скажем, урсоидов, которые прилетели на Землю, и они вывели для людей существ, похожих на себя, внешне подобных себе, но менее развитых. Биологи не исключают, что при определенных обстоятельствах в разумный вид могли эволюционировать не приматы, а медведей. Если говорить, почему же медведи бурые не эволюционировали, ну, все объясняется простым фактом, то, что медведи, они одиночки. Там, допустим, взять 10 гектаров, там можно встретить 2-3 животных. Если бы они больше соприкасались, то, соответственно, может быть, они бы как-то и развились, потому что интеллектуально они очень развитые животные. Но что, если на другой планете медведи или очень похожие на них существа все-таки смогли эволюционировать в разумный вид? Смотрите далее. Какие магические создания появлялись от Союза Человека и Медведя? Были и другие истории о том, что хитрая медведица соблазняет воинов. Привет, медведь! Как на Марсе появилась гигантская медвежья морда? Такая возвышенность в виде носа медведя. То есть один в один вот медвежья морда. Также вы узнаете, сколько должны весить инопланетяне, в какой стране живет самый умный снежный человек, какую тайну скрывает шаман-камень и какие новые удивительные факты о тайге, выяснили российские ученые. В 2015 году космолог Фергус Симпсон из Барселонского университета рассчитал, что инопланетяне должны быть размером с медведя. Его расчеты основываются на предположении, что во Вселенной существуют оптимальные габариты, которые гарантируют живому существу высокий уровень интеллектуального развития. Получилось, что средний инопланетянин должен весить как минимум 300 килограммов, как бурый медведь. Белые медведи весят как минимум в полтора раза больше. Средний вес белого медведя 450 килограммов. Рекордсменом является мишка по кличке Толстый Альберт в Саляске. Он весит 680 килограммов. А виноваты в этом местные жители. Они, согласно древней традиции, регулярно оставляют медведям китовый жир. Выяснилось, что Альберт отгонял своих собратьев и почти все угощения съедал сам. По версию о космическом происхождении медведей наталкивает и эта фотография Марса, которую опубликовали астрономы Аризонского университета. В межпланетную камеру смотрит симпатичная медвежья морда. Это окружность, внутри которого видны два глаза в виде кратеров и такая возвышенность в виде носа медведя. То есть один в один медвежья морда. Впрочем, американские исследователи утверждают, что перед нами всего лишь древний кратер и отложение лавы и грязи. Уфологи же не исключают, что медвежья морда – знак, который оставила на Красной планете внеземная цивилизация. Согласно многим легендам медведи, большие любители женщины часто захаживают к людям в деревне. Были и другие истории о том, что хитрая медведица соблазняет воинов, вводит их в свою берлогу, ну и, в общем-то, там происходит примерно то же самое. Настоящие сильные воины, которые были в тех местах, их так и звали. И, наверное, сын медведя говорили про них. Некоторые сибирские народы верят, что от союза человека и медведя получаются монстры, сочетающие черты обоих видов. В разных таежных регионах их называют по-разному, но больше всего они известны под именем Йети или Снежный человек. Что их объединяет и часто путают, это густая, темно-бурая шерсть. Вот шерсть у медведей и у сасквичей очень похожа. Кстати, если медведь встанет, когда он встает в полный рост и дерет вот кору дерева лапами, крупные самцы, в общем-то, могут быть ростом со Снежного человека. И по силе ему не уступают. В Лапландии живет Сноманин, гигантский волосатый человек, поражающий каждого встретившего его своим зловонием. И венки и якуты называют это существо чучуна. Местные Йети довольно сообразительны, умеют пользоваться ножом и луком со стрелами. Людей сторонятся, но известны случаи, когда чучуны нападали на геологов. Были случаи, что когда люди охотились на Снежного человека и пытались выстрелить в него, чаще всего это было безуспешно, но человек, который проявлял агрессию к Снежным людям, вот к этому хозяину тайги, заболевал смертельным заболеванием каким-нибудь, типа онкологии, и умирал. То есть они еще и могут какой-то ущерб человеку для здоровья на дистанционно, на расстоянии, на носи. В Горной Шоре и на юге Кемеровской области мохнатые монстры известны под именем Такэзи. Сообщается, что в одной из пещер находили шерсть монстра и якобы она была идентичной волосяному покрову гималайского Йети. Считается, что если неподобающим образом себя вести, то Такэзи, хозяин тайги, накажет человека. Поэтому жители области, когда идут в лес, всегда берут с собой подношения, различные вкусности, явства, то есть, чтобы чем-то хозяина тайги ублажить, чтобы он не нападал на людей, чтобы он как-то на них плохо не влиял. И так, есть версия о том, что снежный человек является в своем роде нашим монстром. Выведен специально для того, чтобы бороться с другими чудовищами, которые пытаются проникнуть в умеренные широты из Арктики. Вы удивитесь, но и ученые уверены, что тайга защищает человечество. Правда, угрозой они считают, конечно же, не мистических монстров, а глобальное потепление. Так, специалисты Института леса сибирского отделения РАН выяснили, что эффективно связывать углекислый газ могут не только молодые леса, как считалось раньше. В этом процессе чрезвычайно важна роль тайги. Тайга является стабилизирующим элементом. Огромное количество углекислого газа, которое мы, люди, продуцируем в своей деятельности, превращается благодаря фотосинтезу снова в кислород. То есть дает нам возможность жить, потому что мы живем окислением, мы живем кислородом. Поэтому, учитывая размеры северного леса, тайга и в самом деле является великой стеной, защищающей нашу цивилизацию. Возможно, что знаменитая дальневосточная достопримечательность амурские столбы или шаманский камень — дело рук человеческих. Внешне камни напоминают стены домов. Специалисты утверждают, что при их строительстве использовалась технология плавления камня, которую человечество полноценно освоило только в 20 веке. Верить ли во все, что вы сегодня узнали, решать вам. Смотрите нас по будням в 17.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok